Александр Григорьевич, вот вчера вы обратились с посланием к белорусскому народу и мы, журналисты президентского пола, я думаю, как и многие белорусы, следили внимательно за тем, что происходило в овальном зале. В общем-то, среди многих важных вещей я заметила, наверное, такую очень лирическую деталь. Вы, когда говорили о нашей стране, называли ее очень красивой. Наверное, по праву, потому что вы очень много ездите по Белоруссии и видите ее без прикрас, с разных ракурсов. И вот поделитесь, пожалуйста, может быть, есть той самой куточек Белоруссии, який ближе до вашего сердца, и, может быть, именно этот уголок вы бы советовали посетить туристам, которые приезжают к нам? Вы знаете, конечно, есть тот уголок, где делал первые шаги. Вы его знаете, вы были там, работали вместе со мной там на субботнике. Поэтому это что-то близкое и сентиментальное, если можно так сказать. Но моя родина, это не только восток Белоруссии, где я вырос, где я закончил школу, конечно, там самые корни мои, мои личные зарыты. Но я служил в районе Бреста, западная Украина, западная Беларусь со всем еще молодым человеком. И я вспоминаю вот до мельчайших подробностей свою службу. Это часть моей жизни, поэтому я, когда приезжаю в Брест, он для меня родным. Когда я приезжаю в Гродно, я вспоминаю, когда я начинал первую свою предвыборную кампанию. Я начинал с Гродно. Вот с тех дальних западных рубежей. Я там часто бывал, через Беловежскую пушку наша граница проходила. Я знаю этот регион, он для меня тоже родной. Я не говорю про Могилев, где я учился, горки, городок, красивейший городок, академию, где я заканчивал. Я помню, что я в Минске проходил службу, будучи офицером уже Советской армии, в образцово-показательной дивизии Советского Союза. Я, когда стал президентом, приехал на юг, на Припять. Вы знаете, тогда движение развернулось по образованию Полесской Народной Республики, по-моему. На Припять я приехал посмотреть, что же это за полешуки. Много же читал, и в школе мы изучали и Полесская хроника, и прочее. Много писали о Припяти, и я понял, вот где настоящие белорусы. А потом я поехал на Синокос, еще и фотография у меня где-то древняя есть. Они так искосо на меня посматривают, уж Полесскую республику кто-то им предлагает создать. А тут президент. Посматривали, посматривали. Ну и начали шептаться уже там, к обеду, а жара была неимоверная. Ну, президент там типа, возьми косу, покажи. Я говорю, хорошо, я выберу сам косу. Думаю, я же знаю, что такое деревенский хлопец, что такое косить чужой косой. Ну, одеваться некуда. Я беру эту косу, ну и начал косить. Ну, я говорю, условие одно, ни один от меня не должен отстать. Ну, я уже умирал там, потому что это не утром было, а вот примерно такой порой. Жара страшная. Я говорю, умирал, но косил. Гена наш. На меня гена наш. То есть, они меня приняли там. После этого я не слышал никаких разговоров о Полесской Народной Республике. Никогда. И что, это не мое Полесье? Это что, не моя Припять? Я там бываю каждый год иногда по два, по три раза. Начиная с посевной, заканчивая зимними какими-то поездками. Это мое. Я там уже, мне кажется, знаю каждый уголок. Возьмите восточный, юго-восток, Чернобыльская катастрофа, трагедия. Извините за нескромность, я на плечах ее выносил. Я бывал в этой чернобыльской зоне, успокаивая людей, принимая решения и прочее. Сейчас мы об этом уже забыли, потому что мы проделали колоссальную работу. Это миллиарды, миллиарды долларов мы вложили в преодоление катастрофы в Чернобыле. И до сих пор гомельчане на президентских выборах голосуют лучше, чем у меня на родине. Пусть немного процентов, но гомельчане отдают этим самым мне должное за то внимание, которое я уделял преодолению чернобыльской катастрофы. Последнее время много решений принято. Но это уже прекрасные города. И рождаемость там выше, чем в центре и на севере нашей страны. Это что, не мой уголок? Ну, я не говорю о севере. Это рядом, в Орше я родился, Витебская область, Витебск, Древний Полоцк. Это наши святыни, а Витебск – это современная святыня, где постоянно славянский базар проходит. Брославские озера, у меня там государственный дом. Я туда выезжаю часто, когда работаю на севере, и там живу. Это прекрасный край. Мы в течение нескольких лет Витебский край проведем в порядок. Там будут люди стремиться отдохнуть, побывать там и так далее. Вот я так прошел по кругу, не говоря уже о Минске. В Минске я сейчас живу. Точечно я прошел по всей стране. И там везде где-то частичка меня осталась. Поэтому делайте сами выводы, куда мне хочется больше всего приехать. Я куда не приеду, мне везде хорошо.